Мы-то не война и не блокад. Что бы мы тогда приготовили для наших гостей? Я бы зажарила гуси с яблотами. Когда еда не на столе, а только в мыслях, страшный голод блокадников ожил на сцене театра «Кукол сказка». В основу спектакля вошла трагическая история 11-летней Тани Савичевой. Это реальная история девочки, которая вела блокадный дневник. В нем всего 9 страниц. На них она записывала даты смерти своих близких. Матери, бабушки, сестры. Таня потеряла всех. Я очень хотела, чтобы стало легче, но не становилось. Тогда я взяла блокнот и карандаш и решила написать эти слова. Нина Познякова в спектакле главная героиня, вернее ее кукла Таня. Актриса говорит, что несколько первых репетиций практически вся труппа рыдала. Было трудно осознавать, что все это было на самом деле. Тяжело первое время, потому что мы сами немножко... Ты немножко не знаешь, с какой стороны к этой теме подойти. Она всегда чуть-чуть внутри тебя под запретом. Или там... Ну, то есть, вот даже обычно, когда идет репетиционный процесс, да, у нас могут возникать шутки, юмор, там, кто-то что-то забыл и так далее. А тут как бы ты все время находишься в таком пространстве трагедии. Поэтому и человеческой, и как бы реальной совершенно трагедии. Трагизмом пропитан весь спектакль. И таких эмоционально сложных историй в театре кукол еще не было. Недавно в одном из школьных родительских чатов нам попалась переписка. Взрослые решали вести или не вести детей на дневник ленинградской школьницы. Многие были против. Постановщики спектакля с этим не согласны. Уверяют, происходящее на сцене напоминает о героизме обычных людей и вере в лучшее. Дает возможность современному поколению посмотреть в прошлое и еще больше ценить настоящее. К слову, ограничения по возрасту этого спектакля 9+. Тема победы, тема героизма, она всегда должна быть в театре. И разговор с подростками тоже должен быть на эту тему. Я вообще такой мысли не допускаю, что можно запрещать смотреть такие спектакли. Нужно смотреть все, а потом выстраивать правильный диалог с ребенком. Официальная премьера спектакля состоялась в прошлом году. Но из-за пандемии его посмотрело очень мало зрителей. Показы были вынуждены откладывать. Со дня исторической даты, снятие блокады Ленинграда, дневник 11-летней девочки вновь на сцене. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком. День с толком.